В минувшую субботу в Госфилармонии Республики состоялся 19-й отчетно-выборный съезд общественного движения АДГХС «Черкесский парламент». Уважаемые друзья, в работе нашего съезда принимают участие временно исполняющие обязанности главы Республики Адыгея Кумпилов-Мурак, председатель Международной Черкесии Ассоциации Сокроков Аути, председатель АДГХС Краснодарского края Причерноморских Шапсугов, Кабардино-Балкарии, Карачаева Черкесии, Краснодара Армавира, атаман Майкопского казачьего отдела, представители общественных движений, татар, армян, азербайджан, грек. По традиции СООО предоставили временно исполняющему обязанности главы Адыгея Мурату Кумпилову. Он отметил, что работа общественного движения Адыгахаса очень важна для республики. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас, участников отчетно-выборного съезда общественного движения Адыгахаса Республики Адыгея. Сегодняшний съезд является важнейшим событием в общественно-политической жизни нашей республики. Адыгахаса на протяжении многих лет ведет активную работу по сохранению и приумножению богатой духовной культуры адыгского этноса, возрождению этнических ценностей народа, укреплению мира и межнационального согласия в республике Адыгея. Именно спокойствие и стабильность, которым им по праву гордится Адыгея, и которые были бы невозможны без вашего активного участия, без участия старшего поколения, представителей религии, которые являются основой развития экономики и социальной сферы республики. Благодаря плодотворному взаимодействию органов государственной власти с руководством Международной Черкесской Ассоциации, лично с хатихо-зритовщим сокровоком и активистами общественного движения Адыгахаса, в нашей республике были приняты решения по многим важнейшим вопросам к сохранению Адыгахаса, развитию родного языка и по работе с соотечественниками. Мы и далее надеемся на конструктивную позицию и поддержку авторитетных представителей адыгской общественности в реализации жизненно важных для нашей республики направлений развития. В свою очередь хотел бы заверить вас, что органы государственной власти республики Адыгей всегда будут оказывать необходимую поддержку всем позитивным начинаниям и инициативам Адыгахаса. Выражаю твердую уверенность в том, что этот съезд пройдет в конструктивном и созидательном русле, в атмосфере общего понимания нашей первостепенной задачи обеспечить благополучие и просветание родной Адыгей. Только вместе, сплотившись и объединив усилия, опираясь на свой жизненный опыт, сохраняя национальные традиции и устои, мы сможем воплотить в жизнь наши лучшие планы. Дорогие друзья, желаю вам плодотворной работы, мира, добра и благополучия. С отчетным докладом о проделанной работе выступил председатель Адыгахаса Рамазан Тлемешок. Он особенно подчеркнул, что основной и важнейшей задачей организации является сохранение быта культуры и языка адыгов. В планах на будущее дальнейшая поддержка сирийских черкесов, популяризация изучения адыгского языка и истории, а также сохранение культурных ценностей, заложенных в морально-этическом кодексе Адыгахабза. Также в своем выступлении он отметил серьезную работу, проделанную в Кашхабльском районе для открытия памятника писателю Тимботу Кирашеву и выразил благодарность главе Зауру Хамирзову за воплощение этого проекта в жизнь. Среди районных общественных движений Адыгахаса председатель Рамазан Тлемешок особенно выделил Кашхабльский и его председателя Амина Непшикуева. Среди районных общественных движений Адыгахабза в Тимботу Кашхаблькеев. Прим В конце своего выступления он обратился с пожеланиями к присутствующим. С дополнениями к докладу выступил заместитель председателя общественного движения АДГХАСа Черкесский парламент Адам Богус. Отчет, который мы заслушали о работе ХАСа за последние три года, представил съезду большую работу. Это надо признать. Ну а конечно невозможно вместить ни в один отчет, ни в один доклад все, что было сделано за три года. Если можно, я немного подробнее расскажу о работе, связанной с оказанием помощи нашим соотечественникам из Сирии, из Сирийской Арабской Республики. За всю историю ХАСа я считаю, что вопрос решения спасения сирийских соотечественников самый важный, самый переломный момент. Это исторически судьбоносный момент, потому что мы знаем всю трагическую историю. Мы последние 25 лет бесконечно говорили об этом, о результатах Кавказской войны, о трагедии, которую испытал наш народ. Хватит, наверное, об этом говорить. Надо пытаться развернуть и попытаться исправить. Единственный способ исправить эту ситуацию и сблизить наши народы, это помочь тем, кто оказался на чужбине, помочь тем, кто оказался в мясорубке военной в Сирии, вернуть их сюда. И тогда вся эта история, все эти неприятности будут реабилитированы. Именно это и произошло с 2012 года. Я горд тем, что эту проблему, эту опасность и боль за наших братьев первыми поняли. Мы, Совет ХАСа, мы подняли тревогу, срочно привели в неочередной съезд ХАСа, который обратился к руководству республики и к руководству страны, ко всем черкесским организациям. В работе съезда принял участие президент Международной Черкесской ассоциации Хаути Сахроков. Сегодня я смотрю и горжусь и радуюсь, что этот замечательный зал сегодня избранники народа, братского народа, адвесского, всех тех, кто прибыл сегодня как гости приглашённых, с какой дисциплиной, какой порядок, какого удовольствия видит разумные, мудрые детства старших, желание среднего поколения следовать преемственностей, младших наших, здесь сидящих, у которых глаза горят, национальный дух, у которых сегодня, дай-ка Бог, чтоб нашёл правильное, разумное применение. Но я хочу, дорогие друзья, пройдя вместе эти годы, конечно, 25 лет прошло, и сегодня нам вручил времяисполняющую обязанность, но, надеюсь, мы увидим его и огончательное утверждение. Я хочу пожелать вам этого, мурат Галибевич, чтобы все вместе аплодировали бы в этом зале, в этом языке. Вручал нам юбилейные медали, которые ещё отписал мужчина Аслан Китович. Спасибо ему, что вспомнил, и нескольких из тех гостей, которые сегодня прибыли из Братской Республики, в том числе и вашего погонного слуги, наградили этим почётными медалями. Мне это очень дорого. Также был обновлён состав Совета, ревизионная комиссии и избран главный редактор газеты «УАЗа». После чего члены Совета переизбрали на трёхлетний срок Рамазана Тлемешок в качестве руководителя общественного движения. Рамазана. Продолжение следует... В свою очередь участники встречи поздравили временно исполняющего обязанности главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с назначением на высокий ответственный пост, пожелали успеха в выполнении важных задач на благо жителей региона.